сегодня мы хотим презентовать вам две новые книги которые мы совсем недавно выпустили в центральном хуруле калмыки это две книги молитвенника на калмыцком языке одну из этих книг мы уже презентовали в сентябре и сегодня хотели бы более подробнее рассказать об этом вам а вторая книга называется малым банзрак оршева сейчас более подробнее о каждой книге мы расскажем в условиях пандемии а мы решили сделать видео презентации потому что не можем собрать большое количество народу а у нас библиотеки начали разрешите представить основного значит деятеля в этой работе нашей переводческой и так далее это геннадий корнеев собственно автор переводов этих молитв позже мы предоставим ему слово где он более подробнее расскажет об этих нюансов перевода может быть от терминологиях и собственно о правилах чтения непосредственно от этих санскритских текстов и ну и калмыцких текстов вначале хотим представить книгу которая называется и дробов на буинге жген заль вру ежедневные молитвы для добротетели и счастья в этот сборник молитв вошли молитвы коротенькие молитвы на калмыцком языке для ежедневных практик человек то есть мы собрались молитвы самые основные что нужно делать с утра перед тем как зажечь лампадку какой молитву нужно читать после уважения лампадки мы делаем простирание тоже какую молитву нужно читать перед простиранием после простирания мы принимаем прибежище текст прибежище молитв также есть вошли молитвы которые мы читаем перед едой если приснился плохой сон молитву от харкель и так далее то есть первая половина книжки она стоит из таких коротких молитв текст на текст раскаяния и мантр которым нужно которую нужно читать в своей ежедневной практике каждому буддисту у себя дома. Поэтому мы сделали вот этот молитвенник таким маленьким, чтобы он легко помещался в карман, если человек едет на работу, чтобы он мог брать с собой в карман эту книжечку. А вторая половина книги, она состоит из мантр основных божеств, которые чаще всего калмыки всегда обращались и обращаются. Перед тем, как многие люди знают мантры, но немногие знают, что перед тем, как читать мантры, мы читаем текст восхваления этих божеств. Поэтому в эту книгу вошли изображения непосредственно божеств, потому что некоторые люди до сих пор путаются и не знают, как выглядят основные наши бурханы. Собственно, само четверостишье, которое нужно прочитать один раз, после чего мы начитываем мантры, которые жирным шрифтом, столько, сколько позволяет вам время, может быть, 21, 108 и более раз. И в конце книги есть текст посвящения заслуг. Мы все буддисты знаем, что когда мы совершаем какие-то добродетели, желательно после этого сделать посвящение заслуг для того, чтобы наш буин, который мы накопили во время чтения этих молитв, никогда не исчезал при вспышке гнева или еще что-то, чтобы он оставался с нами. Вот такое коротко об этом молитвеннике для ежедневных практик. Вообще, если говорить в общем, то калмыки, мы уже очень много веков как являемся буддистами, и логично, естественно, что за это время было проведено, значит, проведено очень много переводов основных буддийских текстов на калмыцкий язык. И, конечно же, были молитвы, которые читали наши предки на родном языке. Кто-то может спросить, почему тогда в Хуруле, да, гелюнги не читают молитвы на калмыцком языке, не проводят молебны на калмыцком языке. Здесь мы уже неоднократно говорили, что, что касается Хурула и именно проведения молебнов, то у нас сложилась традиция, многовековая традиция, когда духовенство проводит основные свои ритуалы и службы именно на тибетском языке. Эта традиция уже много веков, и она продолжается по сей день. Но при этом гелюнги для мирян, то есть для верующих, давали молитвы на калмыцком языке, потому что миряне не знают тибетского языка, они изучали его, и в своих ежедневных практиках будет лучше, если они будут читать на родном языке, потому что он более понятен, потому что в молитвах важна именно осознанность. Что еще хотелось бы сказать про этот молитвенник? Отдельно, наверное, мы, может быть, объясним, почему мы выбрали именно это изображение на обложке. Это картина Рогчинского. Здесь изображена бабушка. которая вернулась из Сибири. Это не значит, что этот молитвенник только для бабушек, только для наших стариков. Какой мы смысл в это вложили? Вот бабушка вернулась из Сибири. Несмотря на все трудности, которые выпали на долю нашего народа, мы смогли возродиться. И что было у наших стариков, которые, собственно, благодаря которым мы сейчас живем, все, что у них было после возвращения в Сибирь, это их вера, это их четки. И благодаря вот этой вере мы смогли выжить, мы смогли снова возродиться. И сейчас у нас есть все причины, все условия для того, чтобы дальше развиваться. Поэтому мы такой смысл вложили в эту обложку, чтобы калмыки наши не забывали, что именно благодаря вере мы сможем действительно сохраниться. И не просто сохраниться, а дальше развиваться. И коротко скажу о втором молитвеннике, потом передам слово Геннадию Корнееву. Молитва Малынбанзракчоршева. Здесь вошли пять молитв, пять, точнее, зунгов или тхарань из большого сборника, который называется зунгдуй. Сборник зунгдуй включает в себя, значит, зунги или тхарани. Ну, большинство, в общем-то, все в тхарани, можно сказать, так, на все случаи жизни. То есть там есть молитва и от Харкелина, молитва от зунги, всех божеств, молитва от юриали и так далее, и так далее. И среди всех этих молитв есть вот эти пять молитв для пяти видов скота. Ну, традиционно у калмыков есть четыре вида скота, но в сборнике зунгдуй там говорится о пяти видах скота. Поэтому мы так и оставили, включив туда и молитву для коз. Поэтому эта книга будет полезна тем нашим животноводам, которые держат. То есть можно выбирать, допустим, если вы держите овец, то надо читать молитву специально для овец, для коров, то молитва для коров. Тут все подписано, и даны разъяснения, как именно читать. И в конце книги я, наверное, это слово передам Геннадию Корнееву. Он еще более подробнее расскажет о его находках, которые мы нашли в рукописи одного старого гелюнга, где есть специальные бу, специальные обереги, специальные священные, скажем так, знаки для скота, когда калмыки вешали их, рисовали на бумаге, вешали их на скотину, чтобы скотину не было каких-то негативных воздействий со стороны каких-то вредоносных духов, каких-то болезней и так далее. Но об этом более подробнее я попрошу Геннадию Корнееву сказать. Ну вот вкратце о вот этих двух молитвенников. Это только начало нашей большой серии. Как, наверное, вы знаете, что мы открыли две серии книг. Одна серия называется «Наследие калмыцких гелюнгов». Вторая серия – это, собственно, «Молитвенники». До этого были выпущены молитвы для школьников, молитвы Макталу, Маджуши. Сейчас мы готовим к изданию еще сборник, уже сборник молитв для учащихся, школьников, пациентов. Также мы готовим к изданию сборник молитв от болезней, от болезней взрослых, от болезней детей. И впереди у нас еще запланировано очень много интересных изданий, молитв на родном языке. А «Наследие калмыцких гелюнгов» – это, значит, серия книг, работ наших калмыцких гелюнгов, которые работали до революции. Как я уже до этого говорил, что мы буддисты уже много веков, и за это время буддизм у калмыков развился очень сильно, и у нас были великие учителя, которые просвещали народ, которые объясняли народу очень тонкую, глубокую буддистскую философию и оставили после себя много разных трудов. Но по разным причинам, все вы знаете, по каким причинам, эти работы практически не дошли до нашего времени. Они исчезли там в советское время. Но по крупицам где-то как-то мы можем искать, находить эти тексты. И эти тексты мы сейчас будем издавать в виде книг, буквально вот первая книга у нас выйдет скоро, она уже в типографии находится на работе. Это, значит, работа Гелюнга Санджера Гуменькова, где объясняется там прибежище и какие-то молитвы даны. И впереди у нас еще запланировано еще много изданий. 6 или 7. На настоящий момент готовится к изданию уже еще 7 работ и впереди еще дальше по мере того, как мы будем находить эти тексты, мы будем представлять вам. В какой мы в этом самое главное, что я хочу сказать, что мы в этом в это вкладываем огромный смысл. В какой смысл в этом? Во-первых, то, что мы читать будем на колумбасском языке, молитвы, благодаря этому возродится колумбасский язык, это очень хорошая причина, это очень большая причина, но это второстепенная причина. Проблема языка, она всегда для нас одна из самых главных, но для буддистов прежде всего, читая молитвы на колумбасском языке, он намного ближе к нам для понимания, для осознавания. Даже люди, многие рассказывают, что они люди, которые не знают колумбасского языка, но когда они читают молитвы на колумбасском языке, они уже на подсознательном уровне появляются вот эта вот осознанность и они чувствуют, как бы, что эта молитва действительно у них как бы намного сильнее. И поэтому первая причина это развитие именно учения, дхармы, буддизма, возрождения и развития дхармы в нашем народе. Мы вкладываем, что именно благодаря этим книгам, которые мы будем издавать, люди начнут практиковать буддизм, начнут двигаться по пути духовного развития, потому что это намного ближе к нам. И вторая причина это возрождение нашего родного языка. За эти века калмыцкий язык, начиная от Зая Пандиты, да, и развивался именно вот в дхарме. То есть калмыцкий язык это язык дхармы, потому что калмыцкий язык обладает всей необходимой терминологией для того, чтобы отразить всю глубину и широту буддистского учения. Поэтому для тех, кто хочет изучить буддизм в полной ее глубине и широте, желательно читать вот именно тексты на, вот в первоисточниках, на тех языках, которые могут это отразить. Русский язык это великий и могучий русский язык, мы все его любим, уважаем, но к сожалению русский язык не очень хорошо подходит для того, чтобы полностью отражать всю суть буддизма. Мы пытаемся сейчас создавать, конечно, переводчики работают над созданием терминологии, практически устоявшей терминологии, но все равно он сложен для понимания. Дхарма на русском языке немножко сложна для понимания. На калмыцком языке наоборот она намного проще для понимания. Поэтому вторая причина это возрождение языка тхармического, но она, как вы видите, связана с первой нашей причиной возрождения тхармы в народе и, собственно, духовное возрождение каждого человека в отдельности и народа в целом. Ну, сейчас разрешите предоставить слово нашему главному переводчику. А, сейчас с нами нет Бема Метруева, это главный редактор всех наших изданий, это, как вы знаете, наш ученый, переводчик, Ачария, который помогал нам находить, значит, приводить в соответствие санскритские и тексты с санскритскими и тибетскими оригиналами и, собственно, осуществлял редакцию. Поэтому Бема Метруеву также отдельное огромное спасибо, но он обещал приехать, когда мы будем презентовать уже первую книгу из серии наследия колумбасских гилюнгов. А сейчас разрешите предоставить слово Геннадию Корнееву, который более подробнее расскажет о непосредственно переводческой работе и издании. Дорогие друзья, кэнттэманаула залатнэр, кэнтэй урмют, одаэндэрэ сук тагнигэ эндэ висхэдэй варээртабяэнау. Манээн фэйлэнцактэ гэма ушгэн учрарарэ биднэйкэ тымэ эндэхургэ гукулахаргоула больше нэдэн. Вода зук тервейнэ манээн шэн дектермейдэгэгэ онсэ тадынды зүрюлят. Барылсынды икэ байртабянаудэн. Уважаемые друзья, дорогие коллеги, все те, кто нас смотрит по ту сторону экрана. Сегодня особенный день, день, когда мы презентовываем два новых издания, которые мы готовили довольно длительный период. Первое издание, как уже сказал наш досточтимый Ян Денгелюнг, это «Ведрболгнабуин кишкин зальвру» или «Ежедневные молитвы для добродетелей и счастья». И по поводу этого сборника нужно сказать, что он состоит из двух частей. Нужно отметить, что без Ян Денгелюнга, без Бема Митруева, без всех тех людей, которые помогали в нашем этом проекте, он бы был невозможен. Но в настоящее время мы уже держим готовый результат, и это очень радует. Я думаю, что всех тех жителей Калмыкии, которые будут читать этот сборник, точно так же будет радовать то, что здесь написано. Этот сборник состоит из двух частей, первая часть из которых – это «Ежедневные молитвы». Ежедневные молитвы, чем прежде всего интересны и важны они? В этих ежедневных молитвах, которые начинаются с шестой страницы и заканчиваются на двадцатой странице, помещены все те молитвы, которые действительно читались нашими предками на протяжении длительного исторического периода. Все эти тексты были обнаружены мною на «Ясном письме» или «Тодубичик», переложены на современный калмыцкий язык, к ним были дополнительно приведены корректировки в соответствии с теми тибетскими текстами, которые писались и были первоисточником для перевода. И таким образом все те молитвы, которые у нас имеются в первой части этого молитвенника – это те тексты, которые реально читались нашими предками, они не выдуманы и не переведены снова. Нужно сказать, что в этом тексте очень много буддийских мантр. Вот начиная с самого первого текста, который посвящен зажиганию лампадки и произнесению особой молитвы к этой лампадке, содержится мантра «Омпани прая сваха». Над каждой буквой, где нужно это слово произносить долго, например, «сваха» или, например, «манджушрия», где должно стоять ударение, либо «долгота», везде поставлены по современной терминологии, причем впервые это в Калмыкии делается, «долготы» в виде небольшой черточки над самой буквой. Там, где должен быть придох небольшой в санскрите, мы поставили двоиточие, как это сегодня принято в современном написании буддийских мантр на кириллице. Например, «Ом намо манджушрия намах», вот этот вот небольшой придох, «сушрия намах утамшрия сваха». Вот эта вот особенность тех мантр, которые мы здесь расположили, наверное, для первого прочтения людям будет немного сложно. Всем вам будет сложно, но тем не менее, я думаю, что когда мы привыкнем, мы начнем произносить священные слоги, которые не переводились с санскрита ни на тибетский, ни на наш родной язык, а мантры вообще, в принципе, не переводятся ни на какой язык, даже ни китайский, ни корейский, ни японский, ни на какой другой язык. Это будет вот той основой, благодаря которой наши люди начнут правильно произносить мантры и быстрее получать те необходимые заслуги или те необходимые какие-то реализации, которые они хотят получить. Первая часть перевода снабжена параллельным переводом на русский язык. Но это не значит, что нужно читать эти тексты на калмыцком или на русском языке. Принципиально важно, как сказал Юн Тенгелюнг, произносить эти священные молитвы на том языке, на котором тхарма представлена во всей полноте. А посему, наверное, очень важно читать калмыцкий перевод. Но если он непонятен, а мы понимаем, что с 17 века, с момента, когда эти переводы были сделаны, до настоящего времени прошло довольно много времени. И потому вот русские переводы, которые даны в этом тексте, они только вспомогательны для того, чтобы мы могли понять свой родной язык. Поэтому я обращаюсь ко всем тем, кто будет читать эти тексты с просьбой читать их на родном языке, так как он больше охватывает понятие, которое называется понятие буддийской дхармы. И вторая часть этого сборника, она посвящена буддийским божествам и учителям буддийским, которые имеют особую связь с калмыцким народом. Это начиная с его святейшества Далай-ламы и короткого сваления молитвы долгой жизни его и его именной мантры. Все они точно так же, как и в первой части, определены, обозначены нужными, необходимыми долготами и так далее. Все названия калмыцких божеств, известных наших божеств, они приведены на двух языках. Это русский язык и калмыцкий язык. К сожалению, в последнее время даже те люди, которые прекрасно владеют калмыцким языком, говорят манджушри, говорят ваджарапани. Ну, в санскрите таких слов нет, и на калмыцком мы будем их произносить либо через букву джа, манджушри или ваджарапани. И точно так же, поэтому все в русских вариантах даже написания этих божеств точно так же отмечены калмыцкими буквами там, где это ближе фонетически к оригинальному звучанию названий этих божеств, нежели то, что сегодня есть в русской транскрипции или в какой-то другой транскрипции. Более того, в конце текста есть глоссарий. Глоссарий очень важен, потому что многие люди, зная, с детства слыша массу различных калмыцких слов, не предполагают, что это буддийские слова. Такими словами являются слова Горунырне, Гало, Аюл и так далее, и масса других слов. И вот чтобы люди видели, что эти слова являются буддийской терминологией, мы поместили здесь специально глоссарий, который содержит в себе не просто объяснение этих слов, но также приводятся эквиваленты санскритского и тибетского, для того, чтобы люди могли очень четко понимать те слова, о которых идет речь. Этот глоссарий был сделан мною и Бемом Митруевым, он делался очень долго, хотя он короткий, всего лишь три листочка, но тем не менее сил на него было заложено в некоторой степени даже чуть больше, чем на подготовку самой книги. О второй книге, нужно сказать, она называется «Малым банзер Чёршева». Эта книга посвящена болезням или каким-то несчастьям, происходящим с нашим скотом. Нужно отметить, что с самых древних времен наши предки держали скот не просто для своего собственного обогащения и покупок квартиры, машины или, я не знаю, позолоченного седла или еще чего-то, а прежде всего для того, чтобы этот скот являлся источником пищи. А сегодня, когда мы смотрим этот бесконтрольный выпас скота в степи, когда мы видим своими глазами тот ужас, который происходит с нашей степью, благодаря тому, что огромное количество скота, которое степь не выдерживает, пасется, и потом он массой забивается на бойнях где-то и служит причиной покупки крутых машин, квартир в Москве или где-то за границей. Наши предки никогда не относились так к скоту. Калмыки всегда говорили, что «мал езен дурана», то есть скот бывает похожим на хозяина. Если хозяин по-доброму, по-человечески относится к своему скоту, скот платит ему тем же. Если же человек не относится так к скоту, то скот у него умирает, скот у него падает от бескормицы. Божества местности, которые есть, газурус на всякую жизнь, газурус на езен, они вредят тому человеку, и его богатство заканчивается. Почему калмыкии говорят «байн мекборана» – одна непогода, и все, и богатство богача, оно исчезает. Почему этот текст называется «банзрыкч»? Банзрыкч – это калмыцкое произносение санскритского термина «панча» – «ракша». «Панча» означает «пять», а «ракша» означает «защитник». Пять защитников буддийских божеств, которые защищают скот в виде текстов обращений с просьбой защитить наш скот. В этом тексте вот так вот они представлены. Более того, как и в предыдущей книге, о которой я говорил, здесь представлены также и предварительные молитвы, которые нужно прочесть, прежде чем начинать читать «балым бандзрыкч». Без порождения бадхичиты, без обращения к прибежищу, ваши молитвы будут иметь мизерную силу. Поэтому с огромной верой, читая эти молитвы, вы сможете получить все благословения, какие необходимо получить вам. Ну и, естественно, та вера, с которой вы будете читать, имеет самое непоследнее значение. Поэтому этот сборник начинается с текстов предварительных практик или обращения к прибежищу по рождению четырех безмерных в состоянии сознания и так далее. И далее начинаются сами тексты. Они точно так же, как и в предыдущей молитвеннике, отмечены и в самих названиях, и в мантрах, которые тут содержатся, вот этими вот знаками нашими, подчеркиванием сверху буквы – это долгота, двоеточием, где необходим придах и так далее. Особо нужно сказать о том, что в конце мы точно так же, как и в предыдущей молитвеннике, даем посвящение заслуг. Ведь если вы их не посвятите благу всех живых существ, то те заслуги, которые вы накопили и которые будут служить здоровьем или благополучием вашего скота, они, естественно, уничтожатся мгновенной вспышкой гнева там или еще чем-то. Поэтому здесь дано посвящение заслуг. И далее, что самое интересное и что нужно было бы отметить особенно, в старину у калмыков отношение к скоту было особенным. Я еще раз подчеркну это, потому что сегодня, бывая у своих знакомых, друзей, где-то на чабанских стоянках, я часто вижу, как люди пинают своих овец, коров, кричат на них, ругаются матом и так далее. Калмыки относились к скоту своему настолько трепетно и бережно, что были разработаны специальные малынбу или обереги для скота, которые защищают скот от вредоносных влияний. И эти тексты и эти изображения содержатся в старинных айратских и калмыцких текстах. Мы обнаружили текст одного буддийского монаха, который очень подробно расписал все бу, которые носили калмыки до революции, и также бу для скота. Художник Тимур Цанхлаев, известный, наверное, для всей калмыкии художник, заново изобразил их, так как тексты были очень старыми, ветхими, и сканировать их или что-то делать было тяжело. Поэтому он перерисовал эти изображения, и они помещены здесь. Как нужно использовать эти изображения? Они изображаются на бумаге после чтения этих молитв и вешаются на шею скоту. К каждому изображению есть подписка здесь, которая взята из текстов на Тудубичик, и которая рассказывает, от каких проблем скота тот или иной оберег предназначен. Если этот оберег на ниточке оборвался и потерялся, ничего страшного в этом нет, так как хозяин местности, увидев, что скот носит именно эти обереги на своей шее, он перестанет причинять вред этому скоту. И это уникальное, впервые публикуемое вообще в калмыкии изображение, посвященное вот такому понятию, которое мы привыкли называть Бу, и то, что мы сами люди вешаем на шею. И далее еще, что, наверное, нужно было бы особо отметить, вот из более лучшего по качеству текста мы взяли образы шумусов, которые вредят скоту. Вот вы можете их увидеть здесь. Для чего было это сделано? В буддийских текстах, в которых описываются вот эти вот Малын-Бу, точно так же описываются и те вредоносные духи, те демоны, которые вредят нашему скоту, и как они выглядят, и что нужно с ними делать, прежде было описано в этом сборнике. А здесь, для того, чтобы люди имели представление, как же выглядят эти шумусы, мы сделали более хороший скан, вот благодаря Йонтенгелюнгу, этих изображений и тоже их поместили. И таким образом нужно сказать, что впервые вообще за все время существования постреволюционной Калмыкии мы впервые сегодня публикуем изображения вот этих вот шумусов, которые вредят скоту. Это сделано для того, чтобы наши животноводы, все те люди, кто держит скот, видели этих существ и примерно представляли. Хотя мы глазами их, может быть, не увидим, но те буддийские монахи, которые имеют возможность увидеть этих существ, они зарисовали их задолго до нашего появления. И эта традиция сохранялась в Калмыкии очень долгое время. И даже сегодня те люди, которые хранят у себя старинные тексты, если откроют их и посмотрят, наверняка многие могут увидеть какие-то изображения в них содержащиеся. Если они обратятся к специалистам, то еще и более поймут, что за изображение это и для чего они там изображались. Вот такая вроде бы небольшая книга, но ее содержание, ее важность в период того, когда наш скот испытывает очень большие затруднения и умирает. И люди, я видел, видеозаписи продают свой скот, чтобы спасти его от бескормицы и что-то получить в себе для пропитания. Я думаю, что эта книга будет очень полезна. Не только всем животноводам, кто занимается скотом, но и всем калмыкам, которые каким-то образом интересуются своей древнеисторической традицией, привезенной еще из далекой Джунгарии, а в Джунгарию из далекого Снежного Тибета. Эти брошюрки, книжки эти можем печатать сами, у нас есть необходимое оборудование, поэтому мы пока сделали тысячу экземпляров и по мере того, как путь заканчивается, мы будем допечатывать. Поэтому у нас наше оборудование это позволяет. Поэтому мы в конце не пишем тираж, тираж будет столько, сколько будет спрос на эти книжки. Но если у каждого калмыка дома будет такая, каждый калмык при себе будет иметь такую книжку, то тираж будет у нас только 200 тысяч. Сколько у нас животноводов, столько будет тираж вот этой книги. Поэтому мы не ставим какую-то границу тиража. А приобрести можно у нас в Хуруле. Я думаю, сейчас после этой презентации многие книжные магазины и буддийские магазины будут также брать эту книгу для распространения. Мы поставили эту книгу на продажу, символическую цену 100 рублей, для того, чтобы на вырученные деньги от продаж этих книг мы могли дальше работать и печатать новые и новые книги. Потому что, допустим, у нас серия «Наследие калмыских гелюнгов» — это книжки гораздо больше и толще, и уже мы не будем справляться на нашей хурульской мини. Домашней типографии нужно будет твердый переплет и так далее. Если мы будем заказывать в других городах, на это все нужны средства. Поэтому все средства, вырученные от продаж вот этих книг, будут идти на работу в дальнейшем, на следующие книги. Кстати, несколько слов именно о... Самый главный наш посыл, самая главная мотивация должна быть именно практика дхармы. Те же молитвы для скота мы не делаем для того, чтобы скот был здоровее, чтобы мы заработали больше денег. Мы читаем молитвы для скота для того, чтобы, во-первых, скоту было лучше. Именно с такой мотивацией, чтобы сделать, чтобы защитить скот от каких-то недугов. Чтобы тот же скот также накопил буин благие заслуги. Потому что, чтобы в следующей жизни он, может быть, обрел более лучшее рождение. Те же молитвы для ежедневных практик — это тоже не просто молитвы, чтобы у нас только что было хорошо и так далее. Если даже внимательно прочитать смысл этих молитвов, мы понимаем, что это, прежде всего, духовная практика. Это практика, именно путь, путь человека к просветлению. Именно вот такие благую мотивацию мы должны себе порождать. И для этого... Поэтому эти книги должны быть не просто молитвы для каких-то наших бытовых нужд, а это должны быть молитвы для нашей духовной практики. И именно благодаря духовной практике, не просто молитвы, когда мы где-то что-то просим, да, у бурханов или так далее, а именно благодаря нашей духовной практике, благодаря нашему духовному развитию, только тогда мы сможем, как народ, действительно сохраниться, развиваться и дальше накапливать благую карму, для того, чтобы у нас были причины для блага в будущем. Поэтому просьба вот ко всем верующим, ко всем буддистам, именно с таким подойти к этим книгам, с такой мотивацией подойти к этим книгам. Спасибо. Ну, если больше вопросов нету, то спасибо большое, что пришли. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Лама в 14-м, приуроченной к 85-летию его рождения, в рамках реализации проекта Центрального Курула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакимуни» «Сокровищница духовного наследия калмыцкого народа» издан альбом Далай-Лама Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Куруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтунгерл. Калмыцкий и русский переводы».